Привет, друзья! Мы с вами разобрались с достаточно такой простой темой того, как мониторить процессоры, с немножко запутанной темой того, как мониторить оперативную память, но там тоже было все понятно, что нужно мониторить фактически два показателя. Сейчас нам с вами предстоит разобраться с мониторингом производительности жестких дисков. Это такой момент уже более интересный, тут больше показателей, и, как правило, стандартные инструменты нам ничего такого особенного по жестким дискам не показывают. Тем не менее, у нас обычно все проблемы, как правило, сводятся к производительности жестких дисков, потому что на сегодняшний день у нас с вами уже диски, процессоры оперативной памяти достаточно быстрые, а стандартные SATA-диски, они нам все-таки уже чаще всего дают такое бутылочное горлышко по производительности. Поэтому сейчас мы с вами будем разбираться с теми инструментами, которые у нас есть для мониторинга производительности жестких дисков. Итак, у нас уже час третий у нас начинается, мониторинг жестких дисков. Мы с вами, как разберемся со всеми инструментами, которые нам снимают метрики, будем разбираться с какими-то полуреальными кейсами, чтобы понять, как эти инструменты используются в реальной ситуации. Кстати, не пугайтесь, я сейчас на две недели уеду в отпуск, потом вернусь, продолжу все наши уроки. Итак, с дисками у нас информация достаточно такая специфическая, я постараюсь говорить медленнее, если что, задавайте уточняющие вопросы, но я на GitHub залью текстом важные моменты из того, о чем сегодня будем разговаривать. Значит, для начала возьмем наш родной инструмент, уже к которому мы привыкли, VMStat. И VMStat нам показывает по подсистеме вывода две колонки. Это blocks in и blocks out, это количество блоков в секунду. Blocks in это сколько мы считали с нашей дисковой подсистемы, blocks out это сколько блоков мы, наоборот, записали в нашу дисковую подсистему. Размер блока зависит от конкретной нашей файловой системы, поэтому мы здесь не можем в данном случае говорить о каких-то реальных данных. Это именно в блоках мы здесь все видим. Нам эта информация, по сути, ничего такого особенно полезного не дает. Можем попробовать поглядеть в наш топ. Топ нам тоже, как мы с вами уже говорили, может показывать в основном вейты. Вейты это сколько у нас времени процессор ждет ответа от дисковой подсистемы. Тоже не очень прозрачно, непонятно сколько у нас дисков, что он именно здесь ожидает. Здесь может ключом служить вот эта вот колоночка S. Она, кажется, называется процесс статус. Давайте мы попробуем по ней отсортируем что-нибудь. Нажму я Shift-F, выбираю S, процесс статус, нажимаю клавишу S, sort и Q, чтобы вернуться. Теперь у нас отсортировано по статусу. Можно помотать вверх-вниз. Я знаю то, что Shift-R делает реверсивную сортировку. То есть сейчас у нас отсортировал по алфавиту, наверное. Сделаем Shift-R, а вот не по алфавиту, наоборот. И видим то, что теперь наверху у нас статус R. Здесь есть несколько, на самом деле, статусов. R – это running, процесс запущен. S – это sleeping, процесс спит. Есть еще D – uninterruptible sleep, непрерываемый сон. Мы об этом тоже в прошлый раз говорили. Если у процесса стоит статус D, это как раз чаще всего говорит о том, что он ждет ответа от диска. Не обязательно. Это может быть еще ответа от памяти. Он ждет еще, может переключаться между процессами. Но чаще всего это говорит о том, что процесс ждет ответа от диска. Вот за этими буквами D надо следить. Здесь бывает еще Traced, Zombie. Ну и, собственно, все. Но, опять же, это все не слишком прозрачно. Топ нам здесь не подходит. Поэтому у нас есть уже давно, наверное, лет 10, инструмент, который называется IOTOP. Input, Output, Top. Который такой в стиле топа, но говорит нам все как раз о подсистеме ввода-вывода. Мы сейчас его запустим и разберемся. Вот он у нас установился. Запускаю я Ctrl-L его. Здесь немножечко тоже все так сразу непонятно в этом IOTOP. Значит, у нас есть всего Discrete и всего Discrite. Причем здесь вы видите уже в байтах в секунду операция. Есть Actual, то есть на самом деле Discrete и на самом деле Discrite. Операции чтения, операции записи. Значит, в чем здесь разница? Вот этот вот Total, он берет информацию из одного места в нашей файловой системе. Не помню, там проц что-то. А Actual из другого места. Суть в чем? Total показывает пропускную способность между процессорами, процессами, ядром операционной системы, то есть между кодом и подсистемой ввода-вывода. То есть это то, как у нас наша система со всеми запущенными программами обращается к системе ввода-вывода. А Actual, это как система ввода-вывода обращается непосредственно к железу. То есть у нас вот здесь могут быть еще в Total операции, которые могут брать информацию с кэша, записывать в кэш. Поэтому у нас цифры между Total и Actual могут отличаться. То есть Actual, это реально, сколько мы считываем и записываем с диска. Total, это как мы работаем вообще с подсистемой ввода-вывода. Здесь могут быть кэши, могут быть еще кое-какие нюансы. Поэтому здесь есть такая разница. Дальше. У процессов, если мы запускали топ, у нас здесь был PIT, Process ID. Здесь у нас TIT, Thread ID, то есть ID-шник потока. Можно, в принципе, запускать команду PS, которая нам показывает процессы, и отлавливать там TID еще. То есть, в принципе, здесь по TID можно потом запустить PS и EF, найти PID-процессы, которые запустил этот Thread, и по нему понять, какой процесс у нас сейчас так грузит диск. Но это выходит за рамки сегодняшнего занятия. Мы просто знакомимся с инструментами. То есть вот он. Далее. Есть у нас приоритеты. У топа, если вы помните, здесь тоже есть приоритеты, nice-level, и там они у нас существуют в цифровом виде. Здесь у нас несколько другой вид. Вы видите, что здесь есть B и RT. Я вам брошу, кстати, ссылку. Значит, процесс через nice мы могли назначать процессу определенный приоритет. Есть такая еще команда утилита ionize, которая может назначать приоритеты именно процессом ввода-вывода, операциям ввода-вывода, можно так сказать. И у нее есть следующие приоритеты. Есть idle, мы здесь его не видим. Idle это такой класс приоритета, когда процесс может получить доступ к диску только тогда, когда другие программы не хотят к нему обращаться. Но здесь таких нет. Есть у нас BE. BE это Best Effort. Это по умолчанию класс. У него значения бывают от 0 до 7. То есть B0, B1, B2 и так далее. Вот вы можете видеть. B5, B7 выскакивает. Чего только нет. И согласно этим приоритетам у нас, собственно, программы обслуживаются. Так же, как и с обычным nice, чем меньше здесь число, тем выше приоритет. Если у нас приоритет одинаковый, как вот здесь, допустим, только что было B4, еще одна B4, то у нас эти системы обслуживаются по принципу round-drobin, то есть по очереди, грубо говоря. Есть приоритет RT. RT это real-time. Это высокий приоритет. Процессы с таким приоритетом получают, прежде всего, доступ к диску. Но тут точно так же у нас бывают от 0 до 7 приоритеты. Соответственно, чем меньше здесь цифры, если вы здесь где-то увидите RT0, это максимальный приоритет, тем ниже цифра, тем выше приоритет. Ну, то есть здесь так это все перекликается со стандартным оптом. Дальше мы видим колонку user, от кого запущен тред, с какой скоростью происходит чтение диска, запись на диск в байтах секунду. Дальше здесь есть swapping, такой процесс в процентах он показывает. Он показывает, насколько мы используем этим процессом swap, то есть наш раздел или файл подкачки. Сколько процентов от swap мы используем этим тредом. И есть в целом процент, сколько мы от подсистемы ввода-вывода затрачиваем на обработку этого тида с RedID. Ну, тут не все так прозрачно, но здесь можно повозиться, посортировать, разобраться, и тоже, в принципе, будет понятно, кто чем вешает что. На самом деле, я очень люблю тут, опять же, мой родной Htop, потому что Htop, если его запустить, он нам может еще показать, мы можем здесь точно так же отсортировать его по S, по статусу, и он нам даже покажет, какие, допустим, процессы в данный момент больше всего загружают мой диск. Но это если именно следить по статусу. Я, например, вчера так нашел конкретные селекты, которые грузили базу Postgres, понял, откуда они идут, и там уже программист разобрался и решил проблему. То есть было непонятно, почему на этом сервере вешается диск, мы увидели то, что с другого сервера идут неоптимизированные селекты в Postgres, и из-за этого жесткий диск вешался. То есть, в принципе, считается то, что при помощи иотопа, иотопа можно дебажить очень хорошо нашу дисковую подсистему, понимать, что там происходит, как с этим возиться. Лично я люблю, и LPE просит об этом упомянуть, еще несколько утилит, которые входят в пакет SysTat. SysTat, только 2S, SysTat, это набор такой утилит для снятия метрик статистики по системе. Там очень много инструментов, на самом деле. Нас сейчас будут интересовать 2. Первый – это мой родной иостат. Я его очень люблю, потому что его легко заскриптовать, и его вывод засунуть в Zabbix. Более того, если вы напишите «iostat Zabbix», вам уже будут готовые шаблоны. И этот Zabbix шаблон у меня уже практически везде прикручен с небольшой оптимизацией. Значит, что нам показывает иостат? Иостат нам показывает стандартную нашу среднюю загрузку по ЦПУ. То же самое, что делал ТОП, то есть мы здесь все должны уже знать про пользователь, уровень приоритета, насколько загружена система. Ну, то есть точно так же, как в ТОПе. Что происходит в юзер-спейсе, в систем-спейсе, приоритеты и овейты, сколько мы ждем. Стил, кто ворует время у нас, то есть насколько мы ждем от гипервизора ответа и насколько простаивает процессор. Тут важнее его вывод по жестким дискам. У меня здесь всего один жесткий диск SDA. Ниже у меня это, скорее всего, мои LVM. Можно посмотреть, но сейчас не будем заморачиваться. Так вот, по моему жесткому диску я могу увидеть следующую информацию. ТПС – это количество запросов в секунду. Это такое усредненное значение. У меня, видите, оно сейчас равно 1372. Запросы могут быть разных размеров. Это именно просто количество обращений. Дальше у меня есть уже полезная информация. Килобайт считано в секунду. Килобайт записано в секунду. И всего килобайт считано. И всего килобайт записано. У Ио-Стата есть очень хороший ключ. Ио-Стат минус-икс, который дает нам уже возможность глубже посмотреть, что у нас здесь есть. Вам я советую эту команду запустить уже у себя в консоли на полный экран. Я так сильно расширять его не буду. Иначе ничего не будет видно у нас на мобильных устройствах. Значит, у нас здесь есть дополнительные колонки. Для каждого устройства у нас с вами есть read requests в секунду. То есть именно запросы на чтение в секунду. Тут запросы на запись. То есть это именно как наша операционная система с запросами обращается. Тут фактическое количество чтения в секунду, записи в секунду запросов. И здесь уже в килобайтах. Чтение и запись в секунду. Дальше у нас есть с вами три значения. Average request size. То есть в среднем размер запроса к нашей дисковой подсистеме. В секторах он здесь измеряется. Тут средняя длина запроса. Я сейчас себя перебью и скажу, что так глубоко нам LPE не просит разбирать это все. Но это очень важно технически. Чтобы мы сейчас в забегусе посмотрели и поняли как работает. И вот важные значения. Weight. То есть сколько мы ждем по операции. И эти weight делятся на read weight и write weight. Тут важно понимать опять же единицы. Здесь видите нет никаких байтов, битов и так далее. Это время в миллисекундах. В среднем на запросы к этому жесткому диску. То есть мой жесткий диск в среднем отвечает на запросы. На один запрос за 4 миллисекунды. Так как у меня сейчас запросов никаких нет. И система по сути простаивает. Это нам особенно ни о чем не говорит. Но опять же посмотрим сейчас на реальном забегсе. Дальше у меня есть колонка. Которую они сами называют не объективной. Она вроде бы должна показывать в среднем время обслуживания в миллисекунду на один запрос. Но по-моему она уже давно не объективная. А здесь у нас утилизация процессора. То есть показано какую часть процессора занимают операции по работе с жестким диском. Но у нас вот этот утилизейшн уже был. Не помню где. В каком-то из инструментов. И мы можем с вами это легко заскриптовать. Мы можем сказать Eostat-X. И просто парсить выводы и все вот эти вот цифры собирать. То есть это очень хороший инструмент. При помощи него можно очень классно собирать статистику. Это как правило люди и делают. Прежде чем мы с вами перекручимся на Zabix. Я покажу вам еще один такой глобальный инструмент, с которым можно сойти с ума на самом деле. Это у нас с вами SAR. По нему есть огромный мануал. SAR по сути это такой инструмент счетчик производительности. Можно сказать. Он умеет собирать, давать нам отчеты, сохранять информацию об активности системы. То есть здесь куча, куча, куча отчетов. Прям огромное количество. В частности, если его запускать без ключа, нужно ему указать после SAR, собственно, интервал. С каким производить запрос и сколько делать запросов. По умолчанию нам для процессора даст информацию. То есть он нам сейчас раз в секунду соберет 5 сведений по нашему процессору, по всем процессорам. Вот нам собирает юзер активность, приоритеты. То есть количество процессов с измененными приоритетами точно так же системные. То, что на системном уровне, вейты наши, стилы, айдолы. Мы с процессором уже это все разбирали. Значит, у SAR есть много, очень, вообще очень много. Например, у него есть по дискам. Можно ему сказать точно так же, собрать информацию, только я ему скажу один раз с интервалом в одну секунду. И он нам соберет и покажет здесь, опять же, количество запросов к диску в секунду. Из них операции чтения, операции записи. И то же самое в блоках. То есть количество считанных блоков в секунду, количество записанных блоков в секунду. У SAR, опять же говорю, очень много всего. Можно ему сказать еще выводить информацию расширенно. Он нам выведет кучу всего. Но это уже сами без меня читаете. Он по iNode, по вообще по всему, что связано с файловой системой. Здесь вам еще вот накидает дополнительной информацией. Можно ему отдельно сказать, чтобы он по дискам нам показывал. То есть минус D, опять же, я ему скажу 1.1. И тогда он нам уже покажет то, что вот у нас есть диски различные. И по этим дискам он нам может показать то же, как и Eostad, в принципе, те же самые циферки. Но с этим Eostad справляется намного лучше, поэтому лучше использовать его. Давайте поглядим в Zabbix. Вот, например, та самая ситуация, когда я вам говорил, что Pastgres грузил систему буквально недавно. И здесь мы можем увидеть, как сильно подскочила нагрузка. Значит, это все Zabbix снимает как раз из Eostad. И здесь мы можем видеть справа, насколько система моя дисковая была загружена по процентам. Вы видите, под 100% подскакивала как раз этот диск SDI Utilization, насколько диск использовался. То есть справа у меня шкала в процентах, и это относится к вот этому бегущему состоянию. То есть это вот ровная красная линия. Вы видите внизу то, что вот красненьким у меня она показана. Красненьким под 100% у меня фактически вот был занят все время диск. Мы видим, насколько у меня 100% это красное. Зеленое – это у меня количество операций чтения. Вы видите, синее – это количество операций записи. Синее – вот у меня там где-то внизу, то есть практически ничего не записывалось на диск. Все было использовано на чтение. Зелененькая вот эта вот скачущая вещь показывает мне. При этом мы как раз можем здесь видеть, насколько у меня это все снимается. То есть у меня здесь показано то, что в принципе в OPS-ах все. OPS – это Operations в секунду. Это операции ввода-вывода. И мы видим то, что в принципе, когда у меня система была загружена на 100%, это было практически весь день, это у меня было с вами где-то на 9 с чем-то килоопсов, то есть 9 с чем-то тысяч операций в секунду ввода-вывода. Наверное, немножко сложно это все выглядеть для вас, но тут все на самом деле просто. То есть утилизация диска, насколько он использовался, количество операций чтения, количество операций записи. И я вижу, насколько мой диск использовался. Можем с вами посмотреть, что в это время было с процессором. А с процессором, видите, было следующее. Как я вам в прошлый раз говорил, вот это вот темно-желтое – это уэйты и уэйты. Это сколько процессор от Вич ожидал ответа от жестких дисков. И мы видим, что в среднем у меня процессор от Вич ожидал ответа, ну, где-то в 40% своего времени. То есть 40% времени работы системы процессор ждал просто ответа от дисковой подсистемы. Затем у меня была прослойка, которую операционная система выполняла. И затем то, что выполнялось на полицейском уровне. То есть вот это вот как раз у меня после того, как что-то было изменено в коде, в 7 утра началась система активно работать. Пошли дикие селекты к Postgres, у меня оптимизированные. И система стала так подвисать. И потом где-то к 3 часам дня накатили фикс. И у меня все нормально спало. И снова стала производительность нормальной. Итак, подводим итог. У нас точно так же, как в прошлый раз, есть определенные метрики, которые мы можем снимать с дисковой подсистемы. Для этого очень удобно использовать команду IOTOP, если мы хотим в реальном времени посмотреть, что происходит. Если мы хотим это заскриптовать и засунуть в какой-то мониторинг, лучше использовать пакет IOSTAT. Самое важное для нас это WAIT, то есть посмотреть, как процессор долго ждет ответа от жестких дисков. Но при этом даже процессор, если не ждет ответа от жестких дисков, по графику все нормально. Лучше поглядывать на операции ввода-вывода, понять, что больше всего грузит дисковую подсистему. И, возможно, своевременно как-то выследить это и оптимизировать. Я вам настоятельно рекомендую эти все инструменты попробовать с запущенным каким-то процессом на ваших виртуалках. Тот же самый стресс можно запустить. У него есть ключ, по-моему, минус HDD. Посмотреть, как стресс может стрессовать дисковую подсистему. Если есть реальные сервера, там повозиться, поснимать метрики, понять, как это работает. Просто так вот смотреть, что я здесь делаю, абсолютно бесполезно.